Здравствуйте дорогие телезрительницы, я Хафизова Ольга и вместе с вами мы продолжаем наблюдать за снижением веса участниц шоу Пышка худеем вместе. Здравствуйте дорогие телезрители, вы смотрите реальти проект Пышка худеем вместе с нашими дорогими и уже полюбившимися надеюсь вам участницами проекта Санья, Аделина, Анастасия, Зухра, Лариса, Ирина, Елена. Дресс-код нашей встречи элемента желтого, поскольку новый человек Анастасия, вот я вижу, что успела бантик где-то приобрести, да? Ну очень рада всегда приветствовать новых участниц, Анастасия, какими судьбами, что привело на проект, сколько хотим потерять? Здравствуйте уважаемые зрители, что меня привело на проект? Во-первых, это, наверное, здоровье, то есть хочется сбросить вес, чтобы чувствовать себя более в комфортной форме, мочь делать, что в данный момент есть какие-то противопоказания, второе, также я хочу влюбиться и влюбить в себя, ну и третье, я думаю, поднять еще выше свою самооценку. Сейчас она страдает? Ну есть какие-то моменты, да. Скажи, какие планы, сколько хочешь потерять килограммов? Ну я планирую килограмм 30, но как получится пока не знаю. Следила за нашим проектом? Нет, не следила, в командировке было. Ну то есть вот действительно, как я повторюсь, весна в самом разгаре, поэтому нужно все активно, интенсивно, включаясь в работу с участницами, у нас есть чат, где они все общаются, дружно переписываются, и хотя на проекте мне говорят, что все у них замечательно и все хорошо, в чате-то они жалуются, и жалуются, то хотим мы шоколада и сало, то хотим мы суши, и непонятно чего. Вот мне хочется сегодня, не то что вас поругать, но узнать, Елена и Санья, почему вам все время что-то хочется? Нет, нет, а почему сразу мы, вот Аделина на выходных съела полкило конфет? Почему мы начинаем с нас? Откуда ты знаешь, что она съела полкило конфет? Она сама рассказывала полкило конфет. Аделин, правда? Ложь и провокация. Я купила пакетик, в котором был написан вес, эти конфеты были куплены не специально лично для меня, они были куплены для одного любви. Аделин, а что вам сказала Ольга? Мне просто интересно. Было все не так, Аделина говорила, что... Дайте сказать мне! Нет, Аделина говорила, что она съела... Можно? Что она съела две конфетки, потом еще одну, а потом не могла остановиться. Она вот так... Пока сбегала в магазин, еще выпила 200 грамм. Я съела, да, пол банана на мероприятии и выпила стакан сока. Но скажу еще честно, я до этого нечаянно, совершенно нечаянно выпила, получается, стакан сока с виски. Я не знала, что там есть виски. Аделин, ты знала, что нельзя вам конфеты? Не слушайте, пожалуйста, Санью. Это вот сейчас все, что было, это было... Ела же конфеты. Ела конфеты. Ну, во-первых, это было не выходные, потому что сейчас пойдет совсем другая информация. Нет. Это было 100 грамм. Мне было очень не по себе. И я в этом плане ответственный человек. И вот как Санья лично, я так не буду делать. И вот говорить... Вообще, я прям в шоке, Санья. Послушай, у тебя по поводу виски, ты уже прекрасно понимаешь. Ты понимаешь, давай честно. Ты знала, что там... Нет, я не знала. У нас, получается, перед конкурсом модели размера плюс. А сок с бананом вам можно, да? Нет, 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 это совсем другая история. Вы не путаете. То есть было несколько разных историй. Там, получается, девчонки, видимо, решили перед мероприятием чуть-чуть, ну... А я забежала за кулисы, я очень пить хотела. Я реально налила себе, выпила. И, ну, когда уже поняла, что там, как бы, сок с виски. То есть, ну, уже просто поздно там мне, ну, не два пальца в рот, что там уж не будем булимией заниматься. А банан, он лежал, получается, как раз-таки на столе. Слушайте, давайте не будем оправдываться. У меня манил, он лежал, виски стоял. Ну, смешно, но давайте понимать, что у нас очень мало времени до финала. Если вы хотите не просто войти в форму, но и стать победительницами проекта, финалистками, то, ну, давайте не будем себя оправдывать. Ну, смешно. Прочитала 46 калорий, не заметила, как съела 100 граммов, лежал банан, ну, детский сад. Тебе не кажется, что ты мне сейчас говоришь ерунду какую-то? Простите меня, дуру, грешный, слабохарактер. Лена, а ты чего смеешься? Тебе почему постоянно хочется сало с шоколадом и колбаски? Ну, во-первых, поскольку хочется, значит, я еще жива. У человека, у которого нет желания, значит, он уже все. А нельзя просто своей хотелке, ну, чем-то заменить? Сексом. Сексом хотя бы. Ну, как похуде я обязательно, конечно. Выхожу на охоту. То есть секс будет в июне, да? Нет, а я, кстати говоря, вот на самом деле очень... Да, 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 нет, на самом деле, кстати говоря, вот очень удобно заменять сексом, но у меня-то он есть, то есть как бы муж. Отличает. А, смотри, у тебя нет мужа, что ли? А почему ты думала? Нет, я думала, что есть, поэтому я же и говорю. Для этого дела муж тоже совершенно не обязательно. Нет, 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 я хочу сказать, что... Нет, у меня есть секс, но не так часто, как мне хотелось бы. Почему? В чем причина-то? Да я не знаю. Весе лишнее? В чем причина? Нет, там мы нормально, там и в весе. Да, мне, кстати говоря, муж сказал, что во время секса ему стало легче со мной заниматься. То есть как бы раньше, когда он закидывал ногу, ну реально, то есть как бы, он сказал, что было тяжело. А сейчас ему стало намного легче, но почему-то секса от этого чаще не стало. Тигрица, я убавил. А у кого еще какие сложности были за неделю? У меня залезло на пальчик колечко, которое ко мне, на меня не залезало. Неужели не стимулируют, Лена? Да, стимулируют, и я очень серьезно к этому подхожу, и действительно, когда уже есть те, которые результаты, которые я просто не ожидала, допустим, да, действительно стимулируют. Но шоколадка не могу пока. Я не целую, я не 100 грамм, я 10 грамм буквально с кофе, без сахара. Вам еще ваш диетолог, добрая душа, очень многое, что позволяет? Потому что читая ваш чат, меня... Я не диетолог, а фоколист по коррекции. ...пищевого поведения. Меня она уже наказала, и мне ничего этого нельзя, поэтому я только шоколадку. Ну, я, потому что, например, неделю после родов сидела на кефире с овсянкой и на рыбе на пару, на белках. Поэтому вы еще там кофе, шоколадку, это у вас райская жизнь, послушайте. Ну, сейчас мы посмотрим, правду ли говорят наши участницы, и как на самом деле жилось всю эту неделю, какие были сложности и трудности. Девушки, вам вообще должно быть стыдно перед вашими предками. Вы едите креветок, кальмары, селятину, и все вам не нравится, и все вам кажется не то. Но вы при этом еще и вес снижаете, совесть имейте. Мы договоримся. Вот если не влазит, ты можешь ругаться на меня, можешь даже нецензурно на меня ругаться, но ты впихиваешь этот пятый прием пищи, я переживу. Договорились? Хорошо. Хорошо. И сейчас я передаю слово ведущей проекта Хафизовой Ольге, специалиста по коррекции пищевого поведения. Которая встретится с участницами в центре Барменталь и покажет телезрителям, какие же результаты произошли за неделю. И все ли так хорошо на самом деле, как мы сейчас рассуждаем и улыбаемся. Ну что ж, я напоминаю, что вы смотрите реалити проект Пышка Худеем вместе. Смотрите нас каждую субботу и воскресенье в 12 часов дня. И присоединяйтесь, конечно же, ведь скоро лето. Мы ждем вас. Рада вас приветствовать в центре снижения веса доктор Барменталь. У нас сегодня с вами круглый стол. Что хочу с вами обсудить? Во-первых, ваши результаты за эту неделю. Я хочу услышать ваши вопросы. Они наверняка появились. Все-таки уже больше месяца в программе. И я хочу сегодня выделить очередную победительницу, которая получит приз от косметологии центра снижения веса доктора Барменталь. Начну, Вера, с тебя. Мне очень нравится за неделю твой результат. Это минус 800 грамм чистого жира. Не беру твой вес в расчет, я беру только чистый жир. Вера, скажи, какие-то вопросы есть ко мне? Да, у меня за неделю ушла мышечная масса на полкило. Насколько это опасно? Вера, при снижении веса мышечная масса все равно будет уходить? Ну, элементарно, ей нужно больше, чтобы большой вес на себе носить. Многие женщины сталкиваются с такой ситуацией. Вы смотрите на калорийность макарон, круп, видите сумасшедшие цифры. 321, 326. Вы забываете о том, что когда вы развариваете крупы макаронные, то концентрация углеводов уменьшается. Соответственно, падает калорийность этих продуктов где-то в 3-3,5 раза. Это раз. Второй момент. Именно сложные углеводы являются катализатором липолиза. На русский язык перевожу. Сложный углевод – это ключ к жировой клетке. У медиков есть выражение – в пламени углеводов сгорают жиры. Не нужно бояться есть сложные углеводы. Если у вас их не хватает в рационе, то, Вер, что будет происходить? Тело будет брать энергию из мышц, потому что это проще, чем из жира. Ольга, на прошлой неделе твой вес стоял, то есть по жиру была цифра 0. Но сейчас, видимо, ступенька у тебя прошла, и за неделю мы имеем с тобой результат. Гульшат – минус 1 килограмм и 800 грамм. Я горжусь собой. А мы тобой. Спасибо, мои друзья. Идем дальше. Гульшат. За неделю минус 1,3 кг. Спасибо. Девушки, я вам напоминаю, есть такое понятие в барментале, как ступенька. То есть на любом методе снижения веса в какой-то момент ваш вес стоит на месте. Жиры не расщепляются, тело адаптируется к новым размерам. Позвоночник, внутренние органы, гормональный фон, в конце концов, выравнивается. В это время жиры не расщепляются, но после ступеньки всегда видим резкий обрыв веса. Что мы видим у Ольги и что мы видим в картине Гульшат, собственно говоря. И когда я прихожу на работе и кушаю, свою кантарочку достаиваю, все удивляются и говорят, и это ты все съешь. То есть действительно удивлению нет. Нет предела. Предела, да. Все очень хорошо, легко дается. За это время, если говорить по жиру, у тебя результат очень хороший. 5 кг 400 грамм. Но я его не обесцениваю, это действительно здорово. Вот я сейчас четвертый день нахожусь на этой ступеньке. У меня вес 100 грамм плюс-минус туда и держится. Лариса, тут ситуация такая. Ступенька, она длится от 2 до 21 дня. Я хочу тебя успокоить. В первый, во второй, даже в третий месяц редко бывает ступенька в 21 день. Ирина, хороший результат. За неделю по жиру ты похудела на 1 кг и 900 грамм. Ты у меня помолодела на 5 лет. Видите, дорогие телезрительницы, центр снижения веса дарит не только стройность, но и молодость. Здесь рекомендации могут быть разные. С одной стороны, почему может быть не хватает еды, потому что уменьшили просто граммы. О чем сегодня говорили, да, хочу класть граммовку по минимальным границам каким-то. Смело добавляем граммы, особенно сложных углеводов, и такого состояния не будет. Второй момент. Желание поесть может свидетельствовать о том, что вы излишне тревожны. То есть при тревожности, что у нас происходит, у нас желудок и кишечник начинают прямо урчать. Не от голода, но мы часто эти чувства просто путаем. И третья рекомендация, которую я хочу дать. Если вы работаете с едой где-то на кухне, готовите очень часто и очень вкусно, надевайте защитную масочку, которая продается в аптеках. Она вам не позволит съедать лишние кусочки. Центр похудения «Доктор Барменталь». Клиника снижения веса номер один в России. Это профессионалы своего дела. Они помогут вам в борьбе с лишним весом. В центре нет универсального диет-меню. Для каждого пациента подбирается индивидуальная программа похудения. Опытные специалисты возьмут под контроль вес в процессе коррекции фигуры. От первого вашей визиты и консультации до достижения желаемого результата. Использование в работе собственных научных разработок сотрудников и передового мирового опыта коррекции веса позволит вам сбросить до 5 и даже 10 килограммов за месяц и сохранить стройность. Наш адрес улица Софьи Перовской, 36, телефон 266-03-43. «Партнеры реалити-проекта «Пышка», «Центр снижения веса» доктора «Барменталь», фитнес-клуб «Реформа», медицинская клиника «Секреты совершенства», модный дом «Претензион», визажист Алена Перова, «Велнос-студия», «Слим-клаб», «Глобус-гурман», «Йога-тайм».